Еще год назад ничего не предвещало беды. Дети пошли учиться целенаправленно в первый класс конкретному заслуженному педагогу Вере Контаковой, которая отдала 28 лет своей жизни воспитанию и обучению детей. Великолепные родители, которые всегда приходят в трудную минуту на помощь, всегда рядом с детьми, всегда рядом со мной. Я никогда не оставалась одна с проблемами. Всегда были родители и дети рядом. Я безумно люблю детей. Перед началом прошлого года родители собрали на встречу с директором заведения. Вопрос на повестке дня один. Ремонт класса, который будет занимать первоклассники. Родители уверяют, что руководитель Альма-Матер поставил их перед фактом, денег на ремонт у школы нет. Поэтому мама и папа решили взвалить это в бремя на себя. Они не только сделали, что называется, конфетку из обычного школьного кабинета, но и отремонтировали санузел, поменяли окна, купили мебель. Все это обошлось в кругленькую сумму – 200 тысяч рублей. В этих же расходах – покупка учебников для детей. На такие масштабные затраты родители решились только потому, что надеялись, в ближайшие 4 года их дети будут учиться в приятной и комфортной обстановке. В осенью этого года во всей школе, во всем филиале начался ремонт и начали менять везде окна металлопластика. Наш кабинет, как вы понимаете, раз мы поменялись за свой счет, никаким образом это не коснулось. Вот летом этого года во всей школе сделали ремонт санузлов и, соответственно, привели в порядок то, что мы в свое время сделали до начала учебного года. По мнению Елены Васильевны и директора гимназии номер 16, родители бегут впереди паровоза. Нужно было немного подождать. Буквально после того, как родители летом установили в июле-августе окна, в декабре мы устанавливали в этом здании окна всей начальной школы. Мы работаем в проекте «Наша новая школа». У нас есть план, график, план задания, согласованные с Роспотребнадзором о проведении ремонтов. Все эти ремонты были учтены. И ремонт также и Веры Анатольевны в классе, окна во всех других кабинетах. Более того, одним из предписаний еще прошлого года у нас был ремонт туалетов. По словам Елены Сечейко, ремонт филиали – это лишь вершина айсберга. Спустя некоторое время возникли и другие причины для ухода учителя. 15 августа собрался опять коллектив учителей начальных классов для того, чтобы обсудить вопрос перераспределения учителей по классам. Почему возникла такая проблема именно сегодня? Во-первых, школа прибыла еще на один первый класс. Вместо трех мы набрали четыре. Во-вторых, вводясь в новые образовательные стандарты начальной школы, на совещании мы приняли решение о том, что мы должны четыре кабинета, где будут заниматься первочки, освободить от второй смены. То есть, чтобы во вторую смену следующий класс не зашел. Когда мы это все сделали, мы поняли, что нам не хватает кабинета в основной школе. И нам придется потеснить, скажем так, условно названные нами филиалы. Но чаша терпения у классного руководителя второго класса оказалась переполненной. И за две недели до начала учебного года Вера Кондакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Я, безусловно, надеялась, что у меня обязательно с Верой Анатольевной будет еще один разговор. Поэтому заявление я оставила у себя в кабинете, совершенно его не подписывая, надеясь на разговор. Такой разговор у нас случился в субботу. И я попросила Веру Анатольевну остаться в школе и продолжить работу. На что она сказала, что это ее окончательное решение, бесповоротное, и она из школы уходит. Узнав о решении любимого учителя родителями, было принято единогласное решение. Мы уйдем следом. Наше решение родителями принято единогласно. Не было ни одного, кто отказался выйти за нашим педагогом в любое другое учебное заведение этого города. Мы хотим выразить огромную благодарность начальнику управления образования Юлии Васильевне Трястиной и ее заместителю Насардиновой Елене Александровне. Они оказали огромное содействие в разрешении нашей ситуации. Узнав о намерении родителей, Вера Анатольевна была повергнута в шок. Единственное, родители задали мне вопрос, а если в другую школу вы согласны перейти к классу? На это я ему сказала, да, я согласна. И тогда уже родители решили делать. Но я честно не ожидала такой реакции. После того, как целый класс решил покинуть гимназию, было организовано собрание, на повестке которого стояло три вопроса. Первый, с просьбой оформить все документы для перехода. Второй вопрос, определить тот перечень имущества, который они приобретали на добровольных началах. И определить время, когда они это имущество заберут. Первый вопрос мы, безусловно, решили. Второй вопрос был самый сложный. За помощью в прикреплении в любую другую школу города любимого учителя и целого класса, родители обратились в управление образованием. И когда сложилась ситуация, что Вера Анатольевна уволилась из гимназии номер 16, то к нам в управление образования поступило заявление от родителей с просьбой помочь им обучать их детей, продолжить обучение их детей с этим же учителем. Скандыковой Верой Анатольевной. Управление образования рассмотрело их просьбу. И сейчас идет комплектование второго класса на базе другого образовательного учреждения, школы-сад номер 6. Больше всех в этой ситуации из-за боязни потерять вторую маму расстроились ученики второго А. Она сказала, что бабушка, я к другому учителю не пойду, я у другой учительницы учиться не буду. Как же это мы без Веры Анатольевны? Нет, а у нее первое что-то, сразу слезы. Она у нас сразу же заревела. Что вот ситуация такая, что мы не сказали, просто говорю, Поля, а Вера Анатольевна вдруг вот будет у вас. Она говорит, я к другой учительнице бабушка даже не пойду. Сейчас родители выносят все вещи из класса, которые они приобрели, на свои кровные. Все это перейдет в школу-сад номер 6 на три оставшиеся года обучения класса в начальной школе. Класс очень дружный, очень дружные родители. Ребятки великолепные. Я думаю, что они и в новой школе себя будут чувствовать комфортно, уютно. Мы постараемся создать все условия, чтобы им было хорошо. Татьяна Созина, Александр Липин, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин. Телекомпания Кунгур.